Скромность, что такое скромность? Вот мы видим, например, человек, уважаемый человек, богатый человек, спортсмен и так далее, он с такими бедными людьми, с инвалидами фотографируется, рядом сидит, и люди говорят, какой он скромный человек. На самом деле скромность – это отсутствие плохого мнения о других людях. Только скромный человек, человек, который знает свои недостатки, человек, который самим собой не восхищается, только он может хорошо о других думать. А тот, кто самим собой восхищается, сколько бы он с внешней стороны не показывал перед людьми, какой он скромный человек, он скромным человеком перед Всевышним Аллахом является. Пророк, салаллаху алиллаху алиллахи, рафа аху. Тот, кто проявит скромность ради Аллаха, то есть перед Всевышним Аллахом, Аллах его возвысит. Не тот, кто проявит скромность перед людьми, а тот, кто перед Аллахом проявит скромность. То есть, чтобы Всевышний Аллах видел в его сердце состояние того, что он о себе вообще плохого мнения, он скромный человек. Имам Ша'ран говорит, рахимаху алиллах, скромность – это качество, которое потеряно в наше время. Это еще в девятом столетии, говорит имам Ша'ран, рахимаху алиллах. Кроме как в некоторых людях я не видел настоящей скромности. Из этих людей был имам Ар-Рамли, рахимаху алиллах. Представляете, обновитель десятого столетия, имам Ар-Рамли, с ним имам Ша'ран 40 лет дружил. Он его на уроке на своих плечах таскал, имама Ар-Рамли, имама Ша'рана таскал, обновителя десятого столетия. И он говорит, этот имам Ар-Рамли, он от других людей отличался тем, что кто бы ни пытался ему внушить, его убедить в том, что он тоже нормальный, хороший человек, он алим и так далее, и так далее, этого никому не удавалось делать. Он не верил, что он хороший человек. Насколько он был о себе такого низкого мнения, настолько Всевышний Аллах его возвысил так, что он стал человеком, обновителем целого столетия, о которых пророк Салал Алиллах говорил, что в начале каждого столетия Всевышний Аллах будет посылать алима, который будет обновлять эту религию, то есть возвращать ее в то состояние, в котором она находилась, в его время, во время пророка Салал Алиллаху Ассалям. Вот что такое скромность настоящая. Поэтому этот человек, он с внешней стороны, как бы там ни пытался показать, что он такой простой, что он с бедными людьми сидит и так далее, пока перед Всевышним Аллахом он скромным не будет являться, его внешняя сторона ни о чем не говорит. Вот имам Бухари Рахима Аллах приводит хадис, что один человек убил 99 человек. Это еще до нашей умы, до умы Мухаммада Салал Алиллаху Ассалям. Он решил покаяться. Он спросил, кто ему может подсказать выход из положения, как можно, чтобы покаяться перед Всевышним. Ему сказали, какой ты сильный ученый есть, иди к нему. Он приходит к нему, тот ученый говорит, нет тебе милости от Аллаха, тебя Аллах не простит. 99 человек ты убил. Уходи, говорит, отсюда. Он этого человека Алима тоже убил, у него 100 человек получилось, кого он убил. Он дальше начал искать. Но он на самом деле после этих всех грехов пришел к такому мнению, что он самый плохой человек, что он неправильно себя вел. И он дальше начал расспрашивать. Ему указали другого Алима. И он к нему, когда пришел тот Алим, говорит, да, на самом деле у тебя есть выход из положения. Ты должен переселиться из своей местности в другую местность, где живут праведные люди. То есть ты должен сердцем полностью отказаться от своего прошлого. Все, у тебя должна быть новая жизнь. И он, когда выехал в то поселение, где жили праведные люди, по дороге он умирает. Когда полпути он прошел. Ангелы пришли из ада, и ангелы из рая пришли, чтобы его забрать. Или в ад, или в рай. У них пошел спор. Тогда пришел ангел Джибрил, алейхиссалям, от Всевышнего Аллаха, чтобы он рассудил их. Чтобы посчитали, куда ближе он. Ближе к праведному селу, или же к той местности, откуда он двигался. Когда посчитали, на несколько пядей он оказался ближе к праведному поселению. И его записали из числа обитателей рая. Вроде бы он себя неправильно вел, но он стал обитателем рая. Другой хадис, где пророк селулаху алейхиссалям говорит, наступит судный день, и первых, кого Всевышний Аллах воскресит, это будут три категории людей. Шедрые люди, которые на пути ислама расходовали, это шагиды, которые жизнь свою отдали на пути ислама, прямо жизнь свою отдали. От семьи, от всего отказались, вышли на смерть, которые погибли люди, ради ислама. И люди, которые алимами были, вот эти три категории людей Аллах поднимет. И Аллах спросит у шагида, как ты воспользовался теми дарами, которые я к тебе дал, которые я доверил, мужество, храбрость, умение воевать и так далее. Этот человек, он скажет, «О, Аллах, я все на твоем пути израсходовал, да так, что я жизнь свою отдал ради тебя». Аллах ему скажет, «Ты лжец, ты это делал ради того, чтобы люди не сказали, что ты трусливый человек, чтобы люди говорили, что ты храбрый человек». Этого человека вниз лицом перевернут, и он на лице ходит, заставит Всевышний Аллах, и в ад он придет. Также Аллах поступит с тем алимом, который ради людей, чтобы славу обрести, который проповеди читал, который алимом был, и так далее, и так далее. И также Аллах поступит с теми шедерными людьми, которые расходовали на пути ислама ради того, чтобы прославиться среди общества, как шедерые люди. Вот с кого начнется растопка адского огня. Вроде бы человек на пути ислама воевал, и вот так вот умер он, защищая пророка, защищая религию ислама, на официальном газовате, намерение было, чтобы люди не сказали, что он трус. Сколько у нас в Дагестане братьев мы потеряли на разборках из-за какого-то непонятного момента. На разборки пошел, чем я участвовал, там скажут, что я задний дал, чем скажут, что я трусливый человек, я пойду туда. И из-за какого-то дуняльского момента человек даже был неправ, притеснял кого-то, убили этого человека. Человек на пути ислама умер с неправильным намерением, стал растопкой адского огня. Что будет с тем человеком, который притесняет людей на каких-то разборках, ради того, чтобы люди не сказали, что он тоже трусливый человек, который там, которого убили. С ним что интересно станет в судный день? То есть, видите, вроде бы один шахидом умер, на пути ислама в ад попал, другой сто человек убил и в рай попал. Разница какая между ними? Разница между ними в том, что тот, кто убил сто человек, он очистился, он толпу сделал. Он перед Всевышним Аллахом понял, что он самое грязное существо. Поэтому Ибн Аталя Сакандару под Иисус Сирву сказал, тот грех, что подводит человека к униженному состоянию, он лучше, чем то поклонение, которое человека подводит к гордому, самоуверному, возвышенному состоянию. Тот человек, который якобы шахидом умер, он гордо умер. Вот я хороший человек. Тот, кто грехами занимался, вроде бы, он себя хуже всех посчитал. Его грехи подвели к чему? К тому, что он самое худшее существо. Вот что означает Салава Ибн Аталя Кудеса Сирву. И вот когда Всевышний Аллах через нас создает грех, мы же знаем, все Аллах создает. Перед Всевышним Аллахом не бывает такого, что-то хорошее, что-то плохое. Это Аллах нам сказал, это плохо, это хорошо. То есть нельзя сравнивать взгляд Бога со взглядом творений. Перед Всевышним Аллахом не бывает такого белого и черного цифра, хорошее и плохое. Это Всевышний Аллах нас создал, в нас вложил такой взгляд, для нас это бывает хорошим или плохим. Все, закончить этот мир, это все аннулируется, там уже все по-другому будет. Это просто проверка, мы Аллаха слушаться будем или не будем, и все, там другого ничего нет. И Аллаху не вредит наш грех или не помогает ему наше поклонение. Просто нас проверяет Всевышний и все. Поэтому, когда Аллах через нас грех создает, не самому этому греху нужно печалиться, а нужно печалиться тому состоянию сердечному, которое перед Всевышним Аллахом, тому состоянию, на которое этот грех указывает. поэтому человек, когда, допустим, ведет с внешней стороны скромно себя, и он думает, ой, я на самом деле скромный человек, тем более, люди говорят, какой же он скромный человек, он может определить, скромный он человек или не скромный человек. Пусть он посмотрит, он какого мнения о других людях. Если он хорошего мнения о людях, он думает, что он самый худший, значит, его нутро и внешняя сторона не соответствует друг другу. Если он плохого мнения о других людях, думает, смотри, какой я скромный человек, когда другие не скромные и так далее, значит, это просто фальш. Перед Всевышним Аллахом он скромным человеком не является. Зайнула в одном из завещаний написал ты проявляй богобоязненность перед Всевышним Аллахом внешне и внутренне, явно и тайно, и не восхищайся самим собой. Следуя словам пророка саллилла алейху саллилла достаточно для того, чтобы человек считался алимом, чтобы у него было альму перед Всевышним Аллахом. Просто страха перед Аллахом этого достаточно. Только тот человек, который Аллаха боится, он является алимом. Не тот, который 40-50 лет альму изучал и преподавал всю жизнь, а кто Аллаха боится. Вот что такое альму о Всевышнем Аллахе. И достаточно того, чтобы человек ежесекундно считался грешником, постоянно грешащим человеком, чтобы человек восхищался самим собой. Вроде бы поклоняется, из мечети сутками не выходит, но он думает, какой же я молодец. Тот на женат намазник пришел, вот такое мнение о других людях. Это значит, что он самим собой восхищается. Значит, он не понял, что через него Аллах создал этот жамаат намаз, а через другого Аллах не создал жамаат намаз. Он думает, что он сам создатель своего жамаат намаза. Он будет доволен не Всевышним Аллахом, он будет самим собой доволен. И самое, что вызывает быстро гнев Всевышнего Аллаха, это восхищение самим собой. Вот среди всех грехов есть, которые Всевышний Аллах запретил намаза. Самое, что вызывает быстро гнев Всевышнего Аллаха, это довольство восхищение самим собой. Поэтому человек, у которого много проблем есть, и который с внешней стороны себя правильно ведет, пусть не удивляется, откуда столько проблем, если он самим собой доволен. Днем и ночью будут его постигать беды от Всевышнего Аллаха. Дай Аллах нам настоящей скромности. Вахамду лилляхи раби лалимин.